а это вот благородная лень сразу видно тонкая кость изящная охренеть как далеко она тянется хочу делать за фонариком идти не знаю есть там пещера или нет по всей видимости пещера что ли внизу вот ведь точно там пещера я туда не полезу мне кажется круг такая красота сказочные дивные места план у меня от бугулькейки дойти до поселка мрс то есть до ольхонских ворот вдоль берега байкала насколько я смогу близко идти байкала доброе утро меня зовут алексей сегодня третий день моего тажиранского горного похода вчера я все-таки дошел почти что до того места до которого хотел дойти при этом я прошел 43 с половиной километра и конечно же набрал свои заветные полтора километра набора высоты но это конечно еще не то приключение далее я каким-то образом как мне кажется отогнал все-таки эту собаку и набрал воды все казалось бы шло четко чинно по плану поставил палатку вот в этой траве я помпасной залез нее начал кипятить воду и чувствую воняет коровьими какашками ничего понять не могу думаю воду пролил что ли а потом решил понюхать пар который идет от кипящей воды в кастрюле и это пахло вода кипящая вода пахло коровьими какашками как вам такое приключение илон маск сварить воду с коровьими какашками в общем поэтому я решил что раз другой воды у меня нет то у меня оставалось ну вот чуть больше чем сейчас это всякие электролиты звука там короче гадость которой не надо варить рис я уже рис насыпал свою миску вот это моя миска я ее еще не показывал это оригами место который раскладывается в плоскую форму сейчас она грязная и надо будет помыть я насыпал в этот рис всяческих приправ чтобы запах перебить достал лук и в общем все это съел ну конечно воды то там немного надо на рис ну чай естественно я решил не варить вот такие приключения скажу так что запаха не было но и саму варева у меня получилось густое потому что я конечно же воду это экономил сегодня без воды с утра вот у меня только вот это вот осталось утром я проснулся тут тень температура минус полтора градуса ночью у меня под утро нос мерз такое бывает когда минусовая температура я предпочитаю лицо накрывать агрилом укровенным материалом для огорода чтобы легче дышалось нос не мерз и вот с утра не было ветра сейчас опять ветер завидел я сразу потеплее одеваюсь сегодня 8 мая и вроде бы на сегодня всякие пожарники решили что они ведут запрет на выход из зоны города чтоб никто не ходил но это скорее всего до конца мая как было в прошлом году то есть сегодня только 8 мая как-то мне надо просочиться начинается период преступления наказания кстати а рогулька все еще у меня вот я не взял огромный свой аккумулятор powerbank зато рогульку это я подобрал хотя первую рогульку я выбросил то которая сломанная была такая толстая так более старый какой-то козы матерой а это вот благородная лин сразу видно тонкая кость изящная все огонь вперед пора отсюда вылазить солнце только пришло и сразу ветер задул в общем надо выдвигаться вылазить из этой пампасной травы вот такая трава на самом деле здесь красота конечно вот тут я набирал воду а там конечно же живут коровы сейчас они придут оттуда с фермы это же нацпарк здесь коровы живут и вот вчера я он оттуда пришел но точнее где-то там за горой шел и вон туда пришел там туда ушел до священной горы йорд там нашел мост в которой я не верил уже потому что там все перекрыто было перешел его потом перешел болото и пришел сюда со мной вот эта собака увязалась которую я какашками вот тут их достаточно много отогнал и она убежала туда цивилизации я ей объяснил что еды нет и не будет у меня у самого нечего есть реально я столько еды беру что я думаю только о том как бы быстрее идти чтоб не сдохнуть голоду так глядя на байкал он там далеко он черный это значит там ветер сильно барашков я отсюда не вижу потому что далеко это залив на называется усть анга вот тот лед который я вчера видел вот там откуда-то с горы вот даже отсюда не видно то есть залив туда далеко уходит это можно сказать еще только устья реки анга которая течет вот оттуда вот там где-то вот там слева километрах в десяти отсюда поселок иванцы я уже вчера думал если ничего не выгорит пойду туда в яванцы холодно конечно хочется умыться и позавтракать поэтому быстрее чистой воде вперед бегом итак время 727 я стартанул вот в таких вот кустах стояла моя палатка конечно же это просто трава но других кустов никаких нет и никаких других форм рельефа нет конечно же здесь все пропитана испражнениями домашних животных возможно же даже зимой здесь особо снега нет вот там я стоял где-то вот оттуда брал воду такие дела сейчас я выхожу на дорогу и бахаю 7 часы мне показали что вчера я особо не напрягался но я и сам пытался не напрягаться не дербанить пульс для того чтобы не утомляться к вечеру проходить большее расстояние напрягаться нужно на тренировке а у меня сегодня не тренировка у меня сегодня то самое мероприятие ради которого тренируются но отчасти это тоже тренировка для будущих походов пока что мой индекс потребления кислорода верх не растет не знаю почему но и меня есть предположение так как часы у меня на руке а палками я не пользуюсь и в этом году я мало занимался на грибном тренажере этот индекс у меня упал потому что по всей видимости руки у меня нетренированы нужно тренировать руки чтобы кровь туда хорошо текла и тогда этот индекс будет подниматься я же чувствую по себе что у меня все нормально с кислородом идут я нормально хорошо как я ходил а индекс упал поэтому вот такие мысли у меня мысли такие что не все потеряно все ок иду искать воду хочется пить завтракать не особо хочется но когда захочется будет поздно кстати вот тут вот тоже какие-то ямки в траве тоже неплохо вот тут бугорок вот перед мантрами нацпарка тут бугорок и там бугорок а здесь ямка но подходить вот к этому болоту не знаю как его назвать там болото 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 нужно по таким местам где насыпана трава там еще лед все остальные места уже раздолбаны копытами там мягко там грязь ноги проваливаются вот похоже нацпарк только там начинается что ли но так как у меня есть бумага разрешительные я спокойно и смело еду вперед глядя на залив у стенга красота голубая вода ветерок холодный ветер дует вот оттуда куда-то а там лед лежит так ну вот тут я не мир не вижу мест в общем вот шишка и вот там вот лоб такой небольшой вот там нужно ставить влагу в этом а дело в том что вчера ветер то был вот оттуда ерунда такая неприятно я думаю здесь была такая нарить здоровенный панцирь и коровы ходили с одного берега на другой такие мои предположения сегодня пятка на левой ноге что-то там сказала ой ой и поэтому я на нее налепил пластырь силиконовые сверху прикрепил обычным пластырем но до сих пор еще мизинец на мизинец на этой же ноге говорит ой ой что мне это не очень нравится не люблю пластырь и просто потому что они потом наматываются на носок а вот тут вот кстати вижу что кто-то ставил палатки ну что сказать люди сюда все равно заезжают радуется жизни это сейчас вода низкая через пару месяцев она поднимется и все будет ток вон там впереди показалась дорога которая идет наверх вот по ней я и буду забираться туда наверхотуру ну что дорога здесь симпатичная вот такие белые скалы и лед лед на воде лежит вон там такой вот минус был это у меня на термометре было полтора в реале наверно пятерочка было прошел 800 метров от места моей стоянки вот тут уже вода открытая уже не то болото может быть корова уже сюда не так часто заходят и вода почище мне кажется здесь к воде проще подойти чаечки где-то рот или утки все подряд а вот тут слева увидел какое-то интересное место в горе туда ведет дорога и отвала похоже что это штольня стоит туда сходить нет что пойду схожу посмотрю рюкзак броши тут он там впереди уже какие-то скалки воды где-то там я буду уже набирать воду но тут все еще как-то заболочено потому что вон там я вижу островок по всей видимости глубина то совсем маленькая в этом месте залива а лед где-то вон там возле дальнего мыса я его вижу сейчас рюкзак тут брошь я думаю что никто просто не знает что же там вонгую что просто откололи несколько кусков скалы и все она выглядит отсюда очень заманчиво видно что люди не ленились шли пешком ну все по моему дальше уже нечего смотреть скажем так высокогорный туалет но по сути это смотровая площадка так а лед то не видно мне казалось что его вижу его нет а вот эту же бан башенок нагородили вот еще одна ниша блин вот она что ли это чё за дела то это реально что ли рф 653 это чё за дела то почему я не знал ей фонарик не взял охренеть как далеко она тянется хочу делать за фонариком идти она мне телефон не есть ни хрена себе там еще налево направо ого тут комната короче тут без фонарика делать нечего мой телефон не дает свет пойду за фонариком вот белый свет наконец-то а то ни черта не видно птичка живет красота залив у стенга шикарный обзор интернет дали вот она что ли обалдеть я думаю вот это скала белая она похоже всех привлекает а потом кто-то уже находит что ли больше вроде нет может где-то выход есть вот такие выпуклости это лед это лед лежит на дне и вон там он на середине такой же то ли там мелко то ли что вода мутная вот там где-то гравия вижу туда пойду а вот тут скале пробили проезд для автомобилей видимо были большие планы добывать здесь вот этот мрамор мрамор конечно своеобразный красота я думаю вот тут еще можно ставить палатку вот тут стекол набито много и песчаный пляж и дрова даже есть на вот это хорошее место тут кое-какое заветрие может быть вот тут как раз где дрова он там обрыв начинается думаю там вода должна быть уже хорошая в общем я уже дошел до вот этой скалы до которой хотел здесь песок вроде бы камушки набрал с собой бутылок фильтр кастрюльку но навозная река анга анга или ганга что за херня то как пить такую воду ничего не понимаю сейчас буду пробовать фильтровать и хотя бы маленькую бутылочку ну это позор какой-то вообще хоть вон туда он иди еще полкилометра не уверен что там будет вода лучше наверное пройду еще дальше ну как как такое пить то такое кипятить нужно 10 минут прежде чем пить такие дела вот там сидят кажется что лебеди но я их сфотографировал это не лебеди это какие-то утки или гусь рюкзак мой где-то там валяется в общем я прошел весь берег до упора дальше уже скала и лед вода здесь чуть лучше но чуть лучше это уже чуть лучше тоже видно сантиметров 30 они так как там 10 сантиметров видимо во всем этом заливе пусть анга вода такая плохая но выводы делать преждевременно скорее всего вчера вот так дула и вот там чистую воду гнала туда туда уже гнала сюда грязную воду с болот хотя я болоте набирал чистую казалось бы думаю что это если скипятить и принюхаться тоже будет пахнуть коровьим навозом потому что это нас парк прибайкальский нацпарк ладно набираю сейчас сначала маленькую бутылочку буду смотреть как это будет выглядеть и потом дальше решать сколько еще набрать хотелось бы полтора штуку не так смотрим вода выглядит очень хорошо вот этот вот китайский фильтр мягкий сейчас буду значит наливать и в эту бутылку вторую вроде бы норм язык уже засох ну чувствуется вкус звука который здесь был вчера других привкусов нет нету привкусов хорошо фильтр хороший четкий даже если он окажется одноразовым он свою миссию по спасению меня выполнил зачет все набираю воду иду к рюкзаку и лезу на гору дальше спускаясь бухту а я вперед мизинец изолировал пятку немного защитил вот тут видно красно но в основном вот тут вот натирала боль была если тут тоже пойдет то здесь еще на клее пока здесь вроде бы нормально хотя выглядит не очень хорошо ладно сейчас буду бодяжить регидрон и звука и мальтодекстрина еще насыплю вот он в пакете свою воду вокруг красота и теплый ветер утих но там дует на байкале время уже 11 минут 10 полтора часа я тут пробыл в усть-ганге а вот отсюда видно что вот тут вот вода более-менее прозрачная или это просто вот миль идет скорее всего здесь вообще мелкие места я думаю на лодках плавают только там где русло самой реки а русло вон она возле горы идет возле той все осталось последняя загибу линка а кстати тропа вон туда налево уходят вниз очень интересно так святую гору я отсюда не вижу лебеди возможно у того берега плавают здесь только утки а вон там палка воткнута посреди залива тут вообще мелко и по моему видно вот тут вот полосу светлые это отмели это просто как бы дельта прошлом это была дельта просто когда газ построили я затопила вот и все дела теперь дельта поднялась выше туда дороги тут похоже повсеместно скала прикольная красота в общем посмотрел я карта сейчас мне наверх о траншеи геологически никто их не закапывает и деревья там не садят а вот это внизу бухта айя похоже на то там турбаза должна быть большая да он вижу какой-то домина сейчас я могу куда-то сюда прямо идти а могу подняться наверх и потом уже оттуда спуститься посмотреть вот на эти виды шикарнейшие тут наверху где-то там в полутора километрах может больше гора айя вершина вот что-то далеко как-то полтора километра перед туда я сейчас пройду метров пятьсот и уже решу куда дальше наверное так далеко не пойду я еще вот на эту гору вчера хотел залезть но увижу сейчас что с нее вид не такой шикарный как вот допустим отсюда но мне хочется просто смотреть на что-то новое вот турбаза внизу полно автомобилей берег на берегу забор какой-то стоит непонятно ничего посмотрим что за геологические траншеи вот такие вот глубокие на какую глубину они пробивали метра два а может три видно что не везде пробита но вот такие полосы если посмотреть на космоснимок здесь все ими изрезано я пока вижу он еще одна еще одна он еще вот эта вся гора изрезана как раз в этой горе вот там что ли не есть а вот этот шрам идет кто-то туда сено насыпал или она сама как-то там росла трава видно что не везде пробивали пробивали видимо где пробивалась не до какой глубины получалось или может они через десять метров через пять пробивали да тоже вариант отвальчики до сих пор лежат это когда было 60-х годах волонтеры вы где засыпьте уже эти траншеи никто здесь воевать не будет в этих горах а вот какой-то отдельный домик возможно это какой-нибудь кордон нацпарка пока мусь ганга я иду на первую вершину называется тандора до нее 450 метров вышел на какую-то тропу я бы хотел на ту сторону глянуть а до вершины а я еще километр идти по горе но вообще это кажется неразумным идти туда разумным было бы спуститься сейчас бухту а я идти дальше вышел на край флешка закончилась поменял флешку похоже ветер меняется вон оттуда дует похоже уже залив заходит а внизу болтыхается маленькие льдинки может быть где-то там нер посидит на льдине если она конечно может залезть на льдину такая местность колючка ничего толком нет вот это я в шоке культурном конечно тут какая красота внизу ну вот смотрите вершина а я вершина тандора это какая-то предварительная вершина вижу тропа идет тандору на ее тоже идет в тропах и там похоже стоит бетонированный трига пункт все идем туда смотреть а вокруг такая красота сказочные дивные места что-то долго зрелище назад продолжается пора уже его закрыть и начать зрелище вперед так похоже тропа где-то ниже прошла да я шел через вершину тропа прошла траверсом слева от вершины тандора поэтому я на ней не побывал вероятно вот она справа от меня отсюда мне непонятно есть тропы вниз а вот это бухта а я красота вот к ней я буду спускаться скоро и вон там видно тропинки и вон там наверх и пойду дальше и до воды я похоже не скоро дойду только где-то вон там похоже так что вот тут внизу надо будет воду поменять мои бутылки если будет хорошая вода и может и не будет поэтому и воду с собой пока несу на вершину а я вершина а я напоминает мне маргасан скую сопку тоже вот тут поляна такая перед вершиной и конус типа вверх такой идет как здесь только что там наверху просто тур сложен а здесь здесь что-то стоит я думаю это тригонометрическая вот эта метка ничаси бастиона можно туда вообще залезть то наверх ты об этом не думал как тропа одна левее пошла другая правее байкал там где-то лед мотыляется на середине и тут можно стоять палатку но ее сдует как пушинку так тропа все еще идет туда может это обход вокруг вершины очень интересно все истоптано пока не понятно куда идти так вон тропа идет не под башни тропа идет площадочка все получится я думаю пока вариантов нет но геологи могли залезть обхожу вокруг не смогу залезть так вокруг обойду вот там вниз тропа пошла есть вероятность что впереди обрыв да так и есть тропа идет вот сюда и вот сюда куда я иду ух ты ничего там какие скалы то обалдеть я думал бухту а я будет видно но где-то залезть можно но я не буду здесь залазить можете то там можно залезть так тут никакой тропы нет тут траверсом не пройти присел на камень внизу никакой бухты нет все я возвращаюсь назад буду с другой стороны обходить вершину тому же там где-то тропах классные места мне раньше как-то в голову не заходило лазить куда-то но за счет того что рюкзак легкий мне удалось уже достаточно много пройти каждый день набирать по полтора километра не напрягая свое сердце мышцы то конечно напрягается так проход обнаружен тропа вниз пошла мне это нравится и направо пошла тропах похоже там травка идет к вершине а пойдут к я туда может быть рюкзак здесь положить и потом здесь спускаться а так и делаю потом здесь буду спускаться бухтуая а вокруг такая красота сказочные детские места а похоже я вижу проход наверх вот и тропа на вершину вот какие-то каналы тут тропа тоже вниз ну ладно и рюкзаком оставил вот еще тропа какая-то теньке пойду может и не на самый верх но все равно выше мух как держится слабо немного лаза не вершина горы а я у а нет или вон там вершина две вершины горы а я есть я сделал это так на фоне бухты а я 711 метров а там коровы пасутся куда я сейчас пойду но я там буду часа через два круг такая красота сказочные и дивные места мне кажется до обеда буду здесь лазить я еще не завтракал обед у меня не запланирован надо помедленнее вот тут более высокая . вот это самая высокая 703 метра показывает 702 по карте 711 все нормально так вероятно можно и туда куда-то зайти но я тогда уже не пойду все наконец-то я спускаюсь она тоже такая вот непроточная какая-то вот тут может быть плохая вода сам есть улица центральные красивые и важные с витринами зеркальными гирляндами огней а мне нравятся вот такие витрины но немного разбитые до трешовые но в этом есть красота момента момента природы вон там под скалой как будто столик вот там я и остановлюсь попробую воды набрать байкале я могу сказать про эту турбазу усадьбу выглядит очень дорого для этих мест и как бельмо на глазу и это все нацпарк вот там стоило какие то короче все для коров разрешено только коровам если готов стоили жить живи на турбазе тут опять задуло на просторе просто жесть я думаю чем уже к гору идет весь одетый короче я решил по берегу пройти раз уж я здесь в олигархии попользуюсь олигархическими услугами вот так люди ходят отдыхать но сразу скажу снизу красоты не видно а вода чистая вот это то чего я ждал и искал но я буду там набирать если вдруг там будет грязно я вернусь сюда вот вот это плотный песок огонь ну естественно здесь люди поэтому тут мусора полно что он говорит класс обожаю байкальскую воду чистую когда она чистая кстати тут теплая она сравнительно просто мне жарко пока ни одной дохлой коровы а вот и лед он звенит в прошлом году я когда спустился с камнем мой готов вышел на байкал тоже в это же время и тоже лед было я в сапогах ходил и его раздвигал и он также позвякивал прикольно какой бортик песочный интересно так видимо такой уровень был осенью а за зиму вода испарилась вытекла в ангару и все такое коровы здесь тоже шарахается все следам коров наконец-то я добрался до чистейшей воды сейчас буду наполнять свои бутылки вот такой вот у меня фильтр я его грязными руками испачкал надо руки кстати помыть и вон там все чистая вода сейчас я свои бутылочки наберу мудить пока в этой ничего не буду скорее всего обед буду варить там где-нибудь в траншее геологической все пока тискаю фильтр и на гору вперед время 16 12 я наконец-то вырываясь из бухты а я никогда до этого я здесь не был и вот и вот я здесь побывал обошел ее вон там гора я с которой я недавно спустился погода что-то не очень яркая с одной стороны это хорошо не будет лютой жары главное чтобы не было лютого ветра коровы здесь вовсе ходят и вообще нету нигде никакого запрета итак первая геологическая канала здесь завалена пойду дальше эта тропа идет вон туда на тот мыс потом налево еще на одну горку и уже потом спускается с нее я конечно обедать не хочу но это аукнется к вечеру хотелось бы сегодня подальше пройти чтобы завтра уже не так много оставалось песочные тропы пойду на самый верх выхожу на какую-то полянку для жертвоприношения вон там столб стоит для привязывания коней теперь на эти столбы привязывают ленточки а кони просто так гуляют где хотят вид отсюда просто божественный обожаю я сегодня вообще никуда не иду я просто разглядываю всякие достопримечательности вот какая-то яма не знаю есть там пещера или нет по всей видимости пещера что ли внизу убить точно там пещера я туда не полезу мне кажется ну можно туда залезть но нужно все снимать и потом перепачкаешься тоже не знаю как называется может быть где то есть более крупный лаз просто я его не вижу но судя по тому что там все потерто это главный лаз может там пещер это никакой нет просто такое углубление грот вот эти белые скалы просто не отпускают это покруче чем цаган зоба но мне так кажется сейчас вон там тропы идут по краю красота красотища и вниз спускается тропа там маленькая бухточка микроскопическая прикольно и две уточки плавают самом низу возможно здесь где то еще выход пещеры это ж как бы не не что ли если есть одно отверстие может где то есть и другое отверстие вон еще кто-то приехал отдыхает ладно мне пора на траверс может быть лучше забраться на гору и поверх уйти чтобы ноги не косить буду смотреть свой маршрут а вон корову вон там спускается прямо вниз на водопой а может быть это кони просто люто вот в эту маленькую бухточку вот кто отдыхает здесь полные права все таки я решил спуститься и заглянуть немного туда там снег лежит ухты глубоко уходит обалдеть широкая там нужен мощный фонарь чтобы увидеть в общем как я не противился все равно я иду по своему маршруту не знаю как называется этот мыс потом посмотрю подпишу если у него есть название а если не подпишу то кто-нибудь мне подскажет вышел на траверс вот какая-то тропка есть даже несколько так вот вышли этого пупыря все верно ниже вон того камня я уже заметил где идти вон тропы спускается вниз я сейчас вспоминаю что пещера тут не одна но никто координаты не указывает такие дела такой вот траверс хотел показать и тропа пропала видимо она вот тут по камням идет по всей видимости идет прямо на сосны ух ты какая арка там опа очки а я не знал огонь я в походе наяву они во сне я в походе словно птица в синеве сейчас надо траверсом выйти на дорогу что-то сломались мои траверсы впереди одни скалы скалы и цветы тропа то кстати есть вот она я ее постоянно теряю но но каким то своим чувством там постоянно нахожу с другой стороны может быть их тут много так там распадок надо это скалу обходить отличный вид на пьющего дракона главное чтобы он не спился и не провалился туда туда куда-то коровы ушли вниз просто жесть а вот тут у него на загривке есть тропы так у меня тут внезапно тоже тропы надеюсь они не вниз пойдут так вон там мотоциклетные какие-то тропы а вон там похоже дорога вон там где белые камни что-то у меня как будто тут скала какая-то впереди сейчас тропа дойдет вот до края посмотрим что там как там это кони вон они уже попили возвращаются наверх так вон или я вижу он идет туда и на основную выходит вот туда мне и надо а он сар минский голец вон там где-то белая шапка я был недалеко от него но не залез тогда я был еще пацаном так общая средняя скорость у меня сегодня 2 км в час вместе с остановками вместе с движением в гору с горы то есть за день прогнозируемо 20 км это плохо мне нужно хотя бы 27-30 но думаю достопримечательности закончились основные сейчас я буду где-то там ходить а достопримечательности остаются конечно же у Байкала сейчас выхожу на колею посмотрел карту ближайшие 14 км я буду идти на приличном расстоянии от Байкала хорошо что у меня большой запас воды сейчас я уже почти вышел на колею буду идти по колее не думаю что она будет люто фигачить по горам конечно спуски есть вот как здесь кони спускались допустим но оттуда нужно так же и выходить как зашел в общем там круто лезть туда никакого желания нет это нужно уже чисто кропотливое исследование делать а не поход о я думал тут автомобильная колея а может и колея такая себе колея какая-то заброшенная кто-то на велосипеде ехал крутые однако цветов все больше и больше вылазит красота вон вершина а я и вот это вот утес но мне что-то кажется он тоже а я называет ну вообще я что-то рано списал виды может я не на тут колью вышел но отсюда отличные виды просто скалки такие обожаю такие скалки никаких вершин никаких падей да вот дорога уже пошла куда-то впадь похоже это не моя дорога все-таки я же не хотел впадь идти но она более-менее траверсом идет вот тропа да что здесь такие кусты просто лютые цветов вот поперло так поперло не остановить но они такие нежные чтобы прям качественные найти нужно долго искать да вот еще какая-то бухта туда видимо только по тропе колея пошла траверсом и наверх а у меня тут внезапно какая-то тропа я же эта тропа интересна моя дорога действительно идет где-то слева и выше мне сейчас нужно вон там на седловине переваливать на нее дымки почти нет над байкалом хорошо но видимость так все средненькая только гора марково высится белым куполом я опять залез в какие-то горы какие-то траверсы думал буду спокойно идти по автомобильной колее или дороге даже а сам лажу вот в таких красивых местах так я далеко не уйду очередной прорыв но нужно опять траверсом уходить по склону тут уже троп меньше кстати а вот там впереди какие-то тропы видно по склону видимо там более популярные места да может хотя бы у коров вот это красивая горная тадам первый ревень в этом году может быть здесь реально так поздно ревень созревает на кругу байкалки я еще в апреле раньше собирал в этом году конечно в апреле снег шел и лежал даже тропа валит в гору просто жесть какая-то зачем справа скалы что ли какие-то вот а все тропы туда уходят влево надо было найти тропу выходить и влево идти вот еще одна тропа какая-то очень интересно что будет дальше какие приключения меня ждут вот такие черепа кости шкуры может быть целые животные гиблые чайки где-то вот или утки все подряд что вот вот что то все вот Продолжение следует...